Предсказания для России на 2023-2024 годы. Хочу ещё раз предупредить людей, что под видео есть ссылочка, где вы можете выйти на мой официальный сайт, и там очень много предсказаний. Допустим, сегодня я сделала не один десяток предсказаний. Также там слева есть свежие записи, и вы, в общем-то, можете как бы не бегать там, ничего не искать, а там всё уже сразу же написано и поставлены даты, когда я именно делала это предсказание. Итак, сегодня писала. Дело к выборам. Оппозиция будет рвать и метать, устраивая различные провокации и неслабые. Появятся новые лидеры. Также вылезут опять Грудинин, Навальный и вся остальная Шушера. Грудинину предъявят какие-то обвинения, которые его опять уронят. С Навальным также. Его вообще закроют ближе к выборам. У Зюганова случится следующий инсульт, так как после прошлых выборов у него уже был инсульт, только он его скрыл. Также Зюганова разобьёт паралич. Высшие силы злой жестоко посмеются над оппозицией. Многие окажутся в тюрьме. Некоторые умрут по неизвестным и известным причинам. Год будет весёленький. С же позицией. Так, теперь, значит, 2020 год. Так, Путин остаётся президентом на новый срок. То есть, как я и говорила, что у Путина три срока президентства. То есть, это я ещё говорила в январе 2013 года. То есть, у него три срока. То есть, следующий срок он ещё будет президентом. Так, теперь 2025 год. Вообще, у меня тут предсказания стоят до 2025 года. Для всего мира и для России в основном. Ну, вообще, так я постоянно, в общем-то, пополняю предсказания. После стольких сложных лет начинается оттепель в России. Кризис позади. Россия прошла его не так сложно. О кризисе я ещё, вообще-то, предсказала в 2018 году. Но сейчас он только-только как бы начинается. Но как бы кризис ожидает нас уже. Хотя Россия его пройдёт более легче. Следующее. Путин с этого года будет чувствовать себя хуже. С 2025. Будут большие проблемы с сердцем. Поэтому его преемник уже будет. Вернее, преемница. В текущие шесть лет Путин не сможет полностью пробыть президентом. Я не говорю, что его уход именно в 2025 году. Скорее, далее.